Достижения наших педагогов Сводка криминальной обстановки в городе Великий день успения Богородицы в Десногорском храме Турнир очень нравится. Организация на высшем уровне. Для меня это один из лучших турниров, на которых я был Турнир по бомбинтону «Атомный валан-2018» А сейчас об этих и других событиях подробнее. Легитимно прозрачность с соблюдением всех требований законодательства В ход предстоящих выборов депутатов Смоленской областной думы 6-го созыва обсудили в Смоленске На семинаре отметили, что главной проблемой сегодня является привлечение общественных наблюдателей Специфика выборов местного самоуправления заключается в невысокой явке Напомним, что избиратели 9 сентября смогут проголосовать по месту своего нахождения Для этого необходимо подать заявление в многофункциональный центр Или на портале госуслуги до 5 сентября В Смоленскую областную думу избираются 48 депутатов 24 по одномандатному и 24 по единому избирательному округу Ежегодно в августе проходит педагогическая конференция На которой работники сферы образования подводят итоги прошедшего учебного года И обсуждают планы предстоящего Как прошло совещание в этом году, смотрите в нашем сюжете В этот день в концертном зале Центра культуры и молодежной политики Собрались учителя, воспитатели и педагоги всех дошкольных и учебных заведений Десногорска Нарядные, с улыбками на лице, все они с нетерпением ждут начала нового учебного года Поприветствовать и поздравить педагогов пришли почетные гости Руководители города, представители Смоленской атомной электростанции и общественных организаций Развитие системы образования для нас один из главных приоритетов социально-экономической политики А забота о будущем поколении – самые надежные, умные и благородные инвестиции Руководство городообразующего предприятия не раз подчеркивало, что дети – это будущее Десногорска и атомные энергетики Поддержка системы образования и детства – одна из забот Смоленской атомной электростанции От того, какие выйдут дети из стен ваших заведений, которые вы возглавляете, которым вы воспитываете детей, обучаете По новым годам будет зависеть и развитие самой Смоленской атомной станции Какой потенциал придет непосредственно на работу на нашего образующих предприятия Особо отличившихся на Ниве просвещения педагогов наградили в этот день почетными грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации, благодарственными письмами Департамента Смоленской области Почетными грамотами главы муниципального образования города Десногорск и благодарственными письмами Десногорского городского совета Не забыли и про ветеранов педагогического труда, которые многие годы воспитывали и обучали детей Им были вручены почетные грамоты Комитета по образованию Цифровая и пространственная трансформация системы образования – необходимые условия для обеспечения высокого качества и доступности образования. Именно в этом направлении работают наши педагоги. В новый учебный год они вступают с высокими результатами. Достижения наших педагогов известны не только на уровне нашего города, на уровне области, но и на России. И я от всей души хотела бы поздравить наших педагогов именно с творчеством, с энтузиазмом за ту любовь и щедрость, которую они нам дарят нашим детям. И пожелать им в новом учебном году таких же успехов, достижений на Ниве Просвещения. В течение семи лет в нашем городе реализуется проект «Школа Росатома». За время работы он собрал множество участников среди педагогов и детей. Десногорцы неоднократно становились победителями и призерами различных конкурсов в рамках данного проекта. Одним из самых популярных является творческий конкурс «Слава Созидателям». Его цель – увековечить живую историю становления и развития атомных городов. Школьники активно принимают участие в этом благородном деле. Вот и в этот раз они представили программу «Афиша», поделились своими эмоциями от работы в проекте и представили своих героев, которые считают, что ребята вносят неоценимый вклад. «Созидателям являются не только те ветераны, которые строили город, строили атомную станцию, участвовали в эксплуатации Смоленской АЭС, но «Созидателям» я бы назвал и тех ребят, с которыми мы участвовали в этом конкурсе, потому что за ними будущее. Они придут к нам на смену, и от того, какими они вырастут, будет зависеть будущее нашего города, будущее Смоленской АЭС». Для педагогов была организована концертная программа, в которой приняли участие творческие объединения Центра культуры и молодежной политики. Особенный подарок подготовили учащиеся третьей школы города. Смоленский регион оказался в зоне влияния обширного циклона, который принёс похолодание. В течение ближайших дней на территории Десногорска и области практически непрерывно будут идти дожди, порой сопровождающиеся грозами. Воздух не будет прогреваться более чем до 20 градусов тепла, поэтому есть вероятность, что школьникам и их родителям придётся на торжественной линейке нести с собой зонты. Синоптики отмечают, что 3 сентября будет пасмурно, и температура повысится до 23 градусов. О криминальной обстановке в Десногорске за минувшую неделю нам расскажет подполковник внутренней службы Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 99 сообщений о происшествиях. Из них 5 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 92 административных правонарушения, в том числе 74 нарушения правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечён один человек. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 7 человек. В Смоленске следователи расследуют загадочную смерть ранее пропавшего мужчины. По имеющейся информации, тело мужчины нашли 26 августа в районе деревни Генина. У погибшего на теле обнаружено 9 ножевых ранений. Одна из основных версий смерти – суицид. Однако друзья умершего мужчины не могут поверить в то, что он мог покончить с собой. В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Праздник Успения Пресвятой Богородицы вслед за праздником Светлого Христового Воскресения более других почитается русским народом. Богородичная Пасха – так его называют на Руси. И это не случайно. Через свое Успение Богоматерь стала еще ближе и дороже христианам, ибо сделалась заступницей за них перед престолом Божиим. В Десногорском храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости День воспоминаний об Успении Богородицы отмечается два дня особенно торжественно. Мы расскажем вам, как прошли богослужения, посвященные этому событию. 28 августа православные христиане празднуют Успение Пресвятой Богородицы. Этот день относится к 12 важнейшим праздникам в православии после Пасхи. При этом по статусу он уступает господским праздникам, посвященным описанным в Новом Завете событиям из жизни Иисуса Христа. В храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости праздничный молебен начался в канун самого праздника 27 августа. На вечерней торжественной службе протеерей Виталий из алтаря вынес и установил на середину храма плащаницу Пресвятой Богородицы. После молебна священнослужители нашего храма совершили вечернюю божественную литию и осветили хлеба, пшеницу, вино и елей в знак того, что Бог каждый день дает нам все необходимое для жизни. После этого хлеба дробятся, окунаются в вино и ими угощают всех прихожан в церкви. В нашем храме есть особенная традиция, посвященная Дню памяти Успения Богородицы. Все прихожане добровольно приносят цветы, чтобы ими украсить Богородицкую дорожку. 28 августа – сам день Успения Пресвятой Богородицы. Храм к вечерней службе украшен особенно торжественно. После всех праздничных богослужений плащаницу выносят на руках и по украшенной дорожке совершают крестный ход вокруг всего храма. Затем плащаницу возвращают в центр храма. Утром 1 сентября ее вернут в алтарь, где она пробудет до следующего праздника. 2 сентября на стадионе «Атомтранс» с 10 до 6 состоится межрегиональный чемпионат Центрального федерального округа по рубке с шашкой «Казарла». В программе показательные выступления на лошадях, соревнования по джигитовке, по пешей рубке, конкурс фланкировки, концертная программа, работа детской игровой площадки. А 3 сентября на городской летней эстраде пройдет детская развлекательная программа. Начало в 12 часов дня. А сейчас спортивные новости. В минувшие выходные в спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Десна» прошли открытые соревнования по бадминтону «Атомный валан-2018». Они проводятся уже в третий раз. Наш город посетили спортсмены из городов Центральной России и Белоруссии. Подробности далее. Участниками турнира стали 30 бадминтонистов из Москвы, Обнинска, Калуги, Нижнего Новгорода, Смоленска, Вязьмы, Гомеля. Игры прошли в одиночном, парном и смешанном разрядах. Организовали и провели соревнования члены бадминтонного клуба «Апрель». Популяризация бадминтона, конечно, обмена опыта, и тренерских работ, и самих участников игры. Бадминтон – достаточно древний вид спорта, и также он считается одним из самых энергозатратных. Он развивает ловкость, скорость, увеличивает выносливость, а также заставляет просчитывать удары соперника и направление полета валанчика. На соревнования в Десногорск из Гомеля приехал мастер спорта по бадминтону Юрий Савельев. Он отметил высокий уровень организации турнира. Турнир очень нравится. Организация на высшем уровне. Для меня это один из лучших турниров, на которых я был. Поверьте, было много в каких странах. Прибалтика, Польша, Чехия, Франция. По организации турнир просто великолепный. Победил я в одиночной категории, в парном. Поэтому уровень соперников немножко ниже, чем мой. Но я приехал сюда первый раз, именно познакомиться с новыми людьми, посмотреть место новое. Мне все нравится. Всего за турнир проведено 89 игр. Десногорские спортсменки Элина Шубта и Елена Переходкина заняли третье место в парной категории. Мы с Еленой Переходкиной заняли третье место. Игры были сложные, но ничего есть, к чему стремиться. Когда-нибудь, может, займем мы первое место. Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и подарками. И коротко о погоде. 30 августа будет облачно с прояснениями. Днем плюс 21, ночью плюс 12. На сегодня это вся информация. Все самое актуальное и интересное вы можете найти на сайте disna.defis.tv.ru. С вами была Алина Сазонтова. Оставайтесь с нами.